Первые упоминания о маркшейдерах в России появились еще во времена Петра I. Тогда они назывались ремесленниками-межевиками. Разработка и развитие промыслов дало название новой профессии. Оно происходит от немецкого слова маркшейдер-кунс, что в переводе означает устанавливать границы. От деятельности этих специалистов зависит правильное ведение, эффективность, безопасность работ, а также бесперебойность добычи нефти. Чтобы стать хорошим маркшейдером, необходимо быть разносторонне образованным, знать и разбираться в приборах, технологиях, информационных программах. Выпускник Санкт-Петербургского университета 2017 года Рамин Кадыров, пятый год, маркшейдерской службе Коголым нефтегаза. Освоил беспилотный летательный аппарат и до сих пор учится профессии. Например, на курсах повышения квалификации тестировал новый прибор. Преимущества, безусловно, есть с теми приборами, с которыми мы работаем. Здесь есть возможность съемки точки под углом. Это очень полезная функция в условиях городской съемки. Допустим, когда ты не можешь подойти вплотную к зданию, сигнал ГНСС оборудования пропадает, спутники, небосвод закрыт. А здесь есть такая функция, и можно свободно снимать угол здания. Или, например, какие-то площадки, которые очень труднодоступны в нашем сейчас оборудовании, которое у нас есть на данный момент. Подобное обучение проходит раз в три года абсолютно для всех специалистов. По окончании курсов повышения квалификации маршидерам вручаются удостоверения. В разделении никакого не существует. Начальник или подчиненный все одинаково должны проходить данные повышения квалификации. Потому что руководитель в том числе обязан пройти его. Если подчиненный будет знать больше, чем руководитель, ну это, согласитесь, не совсем правильно. Поэтому, ну, мое личное мнение, должны проходить все на одном уровне, чтобы у всех маршидеров, включая главного маршидера, подчиненных, были знания данной отрасли. Сам Константин Беляев в данной отрасли пятый десяток лет. Неравнодушный и ответственный, опытный наставник молодых и гордость общества «Лукоил Западная Сибирь». В Кагалыми с 1986 года, как маршидер, прошел все стадии. С 2003-го возглавляет управление маршидерско-геодетических работ общества. Здание, которое западная Сибирь, вот, это разбивал Беляев Константин Васильевич, когда работал в «Дружба нефть», потому что это здание с самого начала планировалось под НГДУ «Дружба нефть». Делать геодезические измерения, разведывать месторождения, полезных ископаемых строить предприятия и подземные сооружения – все это входит в сферу деятельности маршидеров, а еще работа с коренным населением. Нефтяники «Лукоил Западной Сибири» круглый год их поддерживают в рамках экономических соглашений. А это топливо, корма для оленей, вездеходы и многое другое. Например, помогли с транспортом для доставки оленей на кубок губернатора Югры в окружную столицу. Предоставили транспорт для доставки участников с города Кагалым по Ханты-Мансийск. То есть будут участники защищать город Кагалым. Благодаря слаженной работе профессионалов «Лукоил Западной Сибири» неоднократно отмечено одним из лучших нефтегазовых предприятий по охране недр и маршидерским работам Тюменской области. Из недавних наград – диплом от Ассоциации оленеводов мира. Эта благодарность, наверное, не больше. Это благодарность и маршидерской службе, и всей «Лукоил Западной Сибири» за участие, например, в данном случае, в работах маршидерских, в марте месяце, в работах с коренным населением. У нас же с коренным населением самое главное в работе – это что мы с каждым членом семьи, с каждым оленеводом находим взаимодействие. То есть «Лукоил Западной Сибири» – это единственная компания вообще, которая выделяет комбикорм для анильеводов. Серьезную работу по взаимодействию с коренными малочисленными народами недропользователи проводят при непосредственном участии окружных муниципальных властей и самих глав родовых угодий. И, возвращаясь к происхождению названия профессии, устанавливая границы, они расширяют горизонт, позволяют строить планы и добиваться успеха. Сергей Ефимцев, Михаил Суханов. Наши города.